Израиль сумел добиться высот во всех вопросах государственного управления. Он расположен на пересечении Европы, Азии и Африки, и его не минует ни одно значимое международное экономическое событие. Он обладает одними из самых технологически развитых и боеспособных вооруженных сил на планете, сотрудничает с главной мировой сверхдержавой и опережает других в таких направлениях, как сельское хозяйство, здравоохранение, новые проекты и технологии. Но каждому действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Израиль мал, уязвим и ограничен в ресурсах. Он со всех сторон окружен недружественными соседями. Его единственный друг – Средиземное море. На протяжении более чем 75 лет Израиль существует в состоянии нескончаемого конфликта, и каждая новая битва может оказаться для него последней. Сколь неприятным ни было бы это положение, в обозримом будущем оно вряд ли улучшится. Ближний Восток – это место, не знающее жалости. Это школа болезненных ударов. Поэтому Израиль напоминает окружающим посредством демонстрации военной мощи, что он опасен, способен и готов марать руки. А с учетом его религиозной и исторической значимости для множества конфессий, Израиль является ключом к геополитике региона. И, обладая данными характеристиками, он обязан ожидать неожиданное. Потому что в этой части света стоять во весь рост означает стоять под перекрестием прицелов. Положение территории определяет способ управления ею. Это в особенности справедливо для Израиля. Его географию составляют три особых региона. Первый и наиболее значимый из них – это прибрежная равнина. Она протягивается вдоль побережья Средиземного моря от склонов горы Кармель у города Хайфы до окрестностей сектора Газа. Равнина простирается вглубь страны до Иудейских гор у Иерусалима и граничит с регионом Западный берег. Любопытно, что хотя Иерусалим славится своей религиозной и исторической ценностью и официально является столицей Израиля, наибольшего внимания заслуживает Тель-Авив. Территория его агломерации, называемая Гуждан, представляет собой ядро политической, финансовой, промышленной и культурной жизни Израиля. Здесь проживает более 4 миллионов человек, или 40% от общего населения страны. Однако в общем, центром Израиля является прибрежная равнина. На ней расположены не только крупнейшие города страны, но и международные аэропорты, морские порты, критически значимая инфраструктура и политические организации. Исходя из этого, прибрежная равнина является собой сердце Израиля. Однако проблема заключается в отсутствии стратегической глубины. На участке Перешейка ширина прибрежной равнины от Западного берега до Средиземного моря составляет всего 14 километров. И в этом лежит основа сложной и безжалостной геополитической реальности Израиля. Если бы Западный берег был не подконтролен Израилю, сосредоточенный и решительный удар военной силы мог бы расколоть сердце страны надвое. Скорость, неожиданность и свирепость недавней атаки Хамаса – это именно та угроза, которая способна прекратить существование Израиля. На прибрежной равнине потеря одного единственного холма, прохода или плато может повлечь жесточайшие последствия, особенно при современном вооружении. Ракеты, выпущенные с Западного берега, могут достичь Тель-Авива за несколько секунд, и от такой угрозы не существует защиты. Никакое количество уровней ПВО не способно обезопасить коридор глубиной всего лишь 14 километров. Это отсутствие стратегической глубины в сердце Израиля является важнейшей географической характеристикой страны. В этом кроется причина того, что Израиль оккупировал Западный берег и вряд ли покинет его независимо от требований международного права. Севернее расположен второй по значимости регион Израиля – область, известная как Галилея. На ее холмистой и гористой территории находятся река Иордан и Тивериадское озеро. Их бассейны имеют обильные запасы воды, и используя продвинутые технологии и сложные методы орошения, Израиль сумел превратить Галилею в сельскохозяйственный и производственный центр. Это удивительное преобразование наделило Израиль столь необходимой продовольственной безопасностью. Неудивительно, что Галилея заключает в себе огромную стратегическую значимость для экономики Израиля. Без нее он будет совершенно другим. На севере с Израилем граничат Ливан и Сирия, а вдоль его восточной границы распростерта Иордания. При таком густонаселенном и недружественном окружении контроль над высотами становится вопросом жизни и смерти. Правомерно ли или нет, Израиль контролирует окружающие высоты, что наделяет его тактическим преимуществом над соседями. Занимая возвышенные позиции, армия Израиля может удерживать оборону против численно превосходящего противника. Например, с голландских высот дальнобойная артиллерия Израиля может противостоять любой угрозе, происходящей из Сирии или Ливана. Это же суждение применимо и к другим занимаемым высотам. Контролируя возвышенность вдоль реки Иордан, Израиль обеспечивает безопасность своего восточного фланга. Поэтому, хотя присутствию Израиля на этих стратегических высотах нет законного основания, без них израильское государство окажется всего в одном шаге от полного уничтожения. По этой причине несколько гневных резолюций ООН являются для Израиля приемлемой ценой за ту стратегическую глубину, которой его наделяют оккупированные территории. Южнее находится третий особенный регион – пустыня Негев. Она обширна, засушлива и малонаселена. На всей ее территории находятся лишь два достойных внимания места – Эйлат и Газа, и оба они расположены на ее окраинах. На южной оконечности находится портовый город Эйлат. Он представляет собой единственный выход Израиля в Красное море и через него на мировые рынки. Хотя Эйлат лежит за пределами основной части Израиля, его общая стратегическая значимость для страны неизмерима. Его порт позволит Израилю обойти возможную морскую блокаду в Средиземном море, если такая ситуация когда-либо произойдет. Тем временем на западной оконечности Негева к Синайскому полуострову прилегает сектор Газа. Его территория не столь засушлива, но тем не менее он подпадает под то же географическое определение. В секторе проживают палестинцы, а его столицей является город Газа. Северная часть сектора Газа является одним из самых густонаселенных мест на планете. Однако эта территория не имеет большой стратегической значимости и поэтому служит рассадником нищеты и заброшенности. Гуманитарная ситуация усугубляется ограничениями, наложенными израильским правительством с целью сдержать приток оружия в этот район. Так или иначе, как результат этой заброшенности, в Газе укоренились экстремистские идеологии и незаконные вооруженные формирования. К недовольству многих, в том числе правительство Палестины на западном берегу, в секторе Газа всем управляет Хамас. В остальных районах Негев граничит с Египтом и Орданией, а неподалеку находится Саудовская Аравия. Особого упоминания заслуживает египетское направление, поскольку пустыня Негев примыкает к Синайскому полуострову. Последний одновременно является и сдерживающим барьером, и угрозой безопасности. Исторически засушливая территория Синая сдерживала продвижение армии из-за нехватки снабжения, но современные технологии способны решить эту проблему. Если значительные войска пересекут пустыню Синая, они обретут высокую маневренность на подходе к основной части территории Израиля. Более того, эта угроза исходит не исключительно от Египта. Синай – это территория, контролировать которую даже сложнее, чем Негев, поэтому на ней укрываются хорошо вооруженные негосударственные формирования. Так что помимо опасений по отношению к Египту, Израиль должен тревожиться и о джихадистах, контрабандистах и диссидентах, использующих Синай как тихую гавань. Обычно страны могут заполнить пробелы в обеспечении безопасности путем вступления в союзы или заключения многосторонних соглашений. Компромиссы остаются возможными до тех пор, пока сохраняется серьезность намерений. Однако у Иерусалима друзей немного, и все они далеко. Поэтому при первой возможности любой договор будет нарушен. Если какая-то из арабских стран учует слабость Израиля, она наверняка ею воспользуется. Именно это произошло в 1948 году, когда Израиль объявил о своей независимости от британского мандата. Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия и Йемен официально вступили в конфликт. В каждом из основных регионов Израиля разыгрался худший из возможных сценариев. Египет преодолел пустыню Негев. Сирия использовала голландские высоты Галилеи для нанесения ударов по населенным пунктам Израиля, а затем начала собственное вторжение. Тем временем центр Израиля, а именно территория вблизи Иерусалима, подверглась нападению со стороны Арабского легиона Иордании. Но не все страны-участницы конфликта были вовлечены в него в равной степени, и Израиль сумел этим воспользоваться. Совместив собственное тактическое превосходство и некомпетентность арабских противников, Израиль добыл для себя недосягаемую победу. Однако эта победа 1948 года не была окончательной, и Израиль приступил к процессу укрепления своих границ и поиску прочих средств сдерживания, таких как ядерная программа Израиля 1950-х и 60-х. Однако соседствующие с ним страны не оставляли своих намерений и не могли оставить. К тому моменту кризис палестинских беженцев достиг точки кипения и запустил волну панарабского национализма на территории более крупного региона. Все страны арабского мира стали наращивать свои армии, и новый конфликт виделся неизбежным. В 1967 году этот конфликт произошел, и он затронул все основные регионы Израиля. Войска Египта зашли с запада в пустыню Негев, а подразделения Иордании стали наносить удары по Иерусалиму с востока. Сирия начала артиллерийские обстрелы израильских поселений в Галилее, а Ливан произвел воздушные налеты на позиции Израиля на севере. Как бы невероятно это ни звучало, но война вновь окончилась решительной победой Израиля и захватом им всех стратегически значимых территорий и высот, в том числе западного берега, сектора Газа и голландских высот. За счет этого Израиль сформировал стратегическую глубину для своего сердца – Гуждана. Но кроме этого, победа Израиля на полях сражений деморализовала арабских лидеров в такой степени, что это положило начало эпохе нестабильности в арабском мире. Израилю же это придало большие возможности и дипломатическую гибкость. Но что более важно, победа 1967 года открыла двери для стратегического партнерства Израиля и Соединенных Штатов. Прежде отношения Иерусалима и Вашингтона были непостоянными, но поддержка Советским Союзом арабских стран в шестидневной войне сблизила Израиль с американским лагерем. В дальнейшем эти новые отношения стали основополагающими в формировании национальной безопасности Израиля. Однако новоявленный триумф не обошелся без издержек. Часть территорий, полученных Израилем в этой войне, не подпадала под его суверенитет. Захваченные сектор Газа и Западный берег были населены палестинцами, отнюдь не лояльными к израильскому государству. Это породило для Израиля новый кризис, длящийся по сегодняшний день. В регионе Западный берег проживает около трех миллионов палестинцев, и еще два миллиона населяют сектор Газа. В теории некий договор мог бы привести к мирному сосуществованию Израиля с его соседями, включая независимое государство Палестину. Но одной лишь теории недостаточно. Обоюдная неприязнь палестинцев и израильтян столь сильна, что ее вряд ли удастся свести на нет одним росчерком пера. Израильтяне считают, что даже если будет достигнуто соглашение о мире, фундаменталистская риторика, такая как, например, от реки до моря Палестина будет свободна, сохранится, подразумевая полный захват Израиля арабами. После множества битв за выживание со своими соседями, Израиль едва ли откажется от стратегически значимых высот, окружающих Западный берег. Но недоверие – это не единственное, что препятствует достижению мирного соглашения. Даже если бы руководство и Израиля, и Палестины стало на путь доверия и согласилось на обсуждение сделки о мире, страны региона, такие как Иран, все еще могли бы нарушить этот мир, задействовав для этого негосударственное формирование. Для этого достаточно ввести контрабандой оружие и провести операцию под чужим флагом. С точки зрения Израиля арабам и Ирану нельзя доверять. Поэтому уступки территорий, таких как Голландские высоты и Западный берег, не принесут результата, а лишь обнажат оборону Израиля, сделав его уязвимым перед военными угрозами. Следовательно, в вопросе обеспечения собственного выживания Израиль предпочитает доверять вооружению и географии, а не договорам и обещаниям. Из этого проистекает готовность Израиля пренебречь международным правом и принять превентивные меры для достижения тех стратегических целей, которые он считает основополагающими. Окупация Западного берега и как результат подчинения палестинцев – это результат такой неудачной геополитической двойственности. Но по стратегическим причинам Израиль не может оставить Западный берег. Изначально политики Израиля пытались решить проблему путем образования на оккупированных территориях израильских поселений. Изменяя демографию и размещая израильских граждан на определенных территориях, Тель-Авив пытался закрепить контроль над ними, не считаясь с правомерностью такого контроля. Он выделил некоторые районы Западного берега для основания еврейских населенных пунктов. Так появилась зона Си. Все израильские поселения на Западном берегу, все 127 заключены в это сугубо ограниченное пространство. Сейчас в зоне Си проживает около 450 тысяч израильтян, но с учетом незаконных поселений их численность в регионе Западный берег может достигать 700 тысяч человек. Так или иначе, к зоне Си относятся примерно 60% территории Западного берега, и она напрямую контролируется израильским государством. Однако поскольку формально Израиль не присоединил к себе Западный берег, он считает, что еврейские поселения на этой территории не подпадают под его суверенитет. Поэтому для осуществления управления регионом Израиль каждые пять лет продлевает действия экстренных норм, позволяющих законно распространять уголовное и отчасти гражданское право на территорию Западного берега, где проживают граждане Израиля. Такое медленное, но неотступное посягательство на территорию Палестины нацелено на раскол ее центров населения на Западном берегу. При систематическом подрыве целостности Палестины жизнеспособность палестинского государства становится все менее возможной. При этом израильская программа заселения разжигает конфликты и лишает палестинцев доступа к их земле и ресурсам. Более того, она идет во вред процессу переговоров о нахождении для израильско-палестинского конфликта решения, предусматривающего существование двух государств. В последние годы политики Израиля даже начали ставить в приоритет решение о существовании одной страны. Однако в Палестине гораздо более высокий уровень рождаемости, чем в Израиле. Так выглядит пирамида ее населения на 2023 год, а так она выглядит у стран со схожим уровнем дохода. Израиль не в состоянии тягаться с этими цифрами. Поэтому даже применяя решение об одном государстве, Израиль столкнется со стремительным ростом палестинского населения внутри такой системы. Будущее Западного берега не определено. Израиль верит, что ему удастся решать проблемы по мере их поступления. Единственное, что мы знаем наверняка, не существует решения, удовлетворяющего условиям обеих сторон. В целом Израиль словно крепость в осаде. Он состоит в стратегически важных отношениях с США, и это придает ему дипломатическую, экономическую и военную силу. Но вместе с тем со стороны Сирии, Ливана и негосударственных формирований его подстерегает смертельная опасность. Единственный способ удержать оборону – это возвышаться над всеми конкурентами. Чтобы уцелеть, Израиль должен контролировать близлежащие стратегические высоты. Если деоккупация возможна, то только в отношении низколежащих территорий. Возвращение к довоенной границе 1967 года на практике неосуществимо, поскольку это подвергло бы центральную часть Израиля разрушительным артиллерийским и ракетным обстрелом, а также угрозе рассечения страны надвое. В таком свете тактическое и стратегическое превосходство, предоставляемое оккупированными территориями, более чем стоит нескольких осуждающих резолюций ООН. Будущее Израиля, малого и уязвимого, погружено в неизвестность. Время от времени искры вызывают огонь, разгораются конфликты. При этом Израиль находится в неопределенном положении. Но Израиль скроен из прочной ткани. Его секретное оружие заключается в том, что ему некуда отступать. Ему остается лишь вступить в бой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok